Урок 7. Работа с фильтром в ватч-листе. Ватч-лист позволяет трейдеру проводить то, что называют ресерч, либо скринер, скрининг, поиск финансовых инструментов по определенным данным. Давайте я сейчас загружу весь список финансовых инструментов, которые поддерживает мой брокер. И с помощью фильтра вторая кнопка вверху. На ней нарисованы очки. Создать фильтр. С помощью этого фильтра я могу оставить инструменты, например, по названию. Мне, например, нужны финансовые инструменты, в которых есть только евро. Для этого я указываю евро. Нажимаю кнопку применить. И у меня остаются финансовые инструменты, в названиях которых есть евро. Я хочу сбросить фильтр. Нажимаю кнопку сбросить. И закрываю фильтр. У меня появляется весь список финансовых инструментов. Можно отфильтровать по двум валютам. Например, евро. И во втором окошке мы вводим USD. В таком случае, нажимаем применить, у нас будет список финансовых инструментов, в которых есть евро и есть USD. Есть доллар. Сбросим фильтр. Далее. Мы можем отфильтровать финансовые инструменты по маржинальным требованиям. И давайте возьмем, например, минимальное значение 50 долларов, а максимальное значение 300 долларов. То есть, оставить финансовые инструменты, маржинальные требования которых для одного лота от 50 долларов до 300 долларов. Нажимаем применить. И вот все финансовые инструменты у нас остались, у которых маржинальные требования от 50 до 300 лотов. Если мы в фильтре введем, применим сброс и укажем максимальное значение 50 долларов применить, то получим финансовые инструменты, маржинальные требования которых меньше 50 долларов или равно 50 долларам. Это проверяется. Мы видим в подсказке маржин 25 долларов за один лот. Далее. В случае, если нам нужно отфильтровать по стоимости тика, указываем в поле стоимость тика, можно отфильтровать по лоту, по спреду, то есть минимальный, максимальный спред. У брокеров, у которых плавающий спред, здесь нужно быть аккуратным, потому что фильтр отработает по спреду в текущий момент. Можно отфильтровать инструменты по минимальному или максимальному лоту. Диапазон выбрать, например, от 001 минимальный лот до 1. И фильтр покажет инструменты, у которых минимальный лот 001 и максимальный 1. Поле Values. Значения. Это левая колонка и правая колонка. Здесь мы можем отфильтровать по стоимости финансовых инструментов. Сейчас у меня установлена цена ASK и цена BIT, поэтому будет отфильтровано по цене. Если здесь вы укажете индикаторы или свои портированные данные, то финансовые инструменты будут отфильтрованы по тем данным, которые вы указали, которые вы указали в колонках. Далее. Следующие кнопки. Это тип финансовых инструментов. Сейчас у меня всего две кнопки, потому что в моем списке есть только валюты Forex и CFD. Если у вашего брокера есть металлы, CFD на индексы, фьючерсы, у вас будет больше кнопок и вы сможете отфильтровать все согласно выбранным кнопкам. Вот я нажму, например, CFD, применить и у меня останутся финансовые инструменты, которые идут в группе CFD. Если я выберу Forex, то у меня останутся инструменты, которые идут в группе Forex. Таким вот образом работает фильтр. Кнопка сбросить приводит все значения фильтра в стандартные параметры и возвращает весь список финансовых инструментов. Окно закрывается повторным нажатием на кнопку с очками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...